Не женское увлечение? В Толгарском районе Алматинской области живет девушка-наездница. Она не только пасет лошадей и ухаживает за ними, а также занимается национальным конным спортом. Примечательным является тот факт, что эта девушка не из села, а жительница города. Несмотря на это, ее мастерством восхищаются миллионы людей в социальных сетях. В обычаях и традициях казахского народа конь занимает самое почетное место. Это красивое существо даже не рассматривают как животное. В поэзии степных акынов кровь степника – кумыс, а душа – летящий конь. Это благородное животное давно покорилось волей человека. И сегодня скакуны являются участниками различных заездов. Управляют ими опытные наездники. Героиня сюжета – одна из них. Асимай Куанышка за всего 23 года. Да, несмотря на молодость, она умело обращается с лошадьми и ладит даже с необъезженными животными. Как оказалось, интерес к конному спорту у девушки появился с 18 лет. С тех пор лучшими друзьями девушки, с которыми она объездила горы и леса, являются лошади. Благодаря своему хобби популярность наездницы в социальных сетях растет с каждым днем. Да, сначала мне запрещали. Говорили, зачем тебе это? Но я никого не послушала и сделала то, к чему меня тянуло. И сейчас мое дело превратилось в источник дохода. Сейчас у меня есть шесть лошадей. У нас свой маленький бизнес. Это услуги, прогулки на лошадях, стрельба из лука. Также сдаем в аренду юрты. Среди лошадей у меня есть любимчик. Его зовут Дерзкий. Думаю, что он самый лучший среди наших коней. У него очень погладистый нрав. У меня есть желание бесплатно обучать детей в возрасте от 9 до 13 лет. С тех пор, как Асимай села на лошадь, девушка успела поучаствовать в различных соревнованиях. Она выступала в знаменитом конкурсе кочевников и в фесте саке. Асимай не просто скачет на лошади. Она умело исполняет различные трюки. И даже на скаку стреляет из лука. Как-то я побывала в Китае вместе с берегом Урашевым в городе под названием Шэньчжань. Там мы выступали в цирке. Я пробыла в Китае порядка трех с половиной лет. За этот срок я выучила язык. После вернулась в Казахстан, в город Алматы. Отмечу, что в Китае очень дорого обходится прогулка на лошадях. А значит, что эти животные очень ценятся. Их стоимость по сравнению с Казахстаном очень высока. Если у нас лошади стоят 500-600 тысяч тенге, то там эти же животные будут стоить около полутора миллионов тенге. Однако по части корма и ухода за лошадями я бы сказала, что особого различия нет. Увлечение Асимай активно поддерживает ее супруг. Как оказалось, у них одно хобби на двоих. Алишер Бакатбаев – опытный кук-парша. Многому он научился у своего отца. С тех пор Алишер неустанно оттачивает свое мастерство наездника. На протяжении многих веков конь был неотъемлемой частью кочевой жизни казахов. От наличия и количества лошадей буквально зависело существование семьи. А потому у каждого казаха было особое отношение к лошаде. Спустя несколько столетий, несмотря на урбанизацию, отношение к этим животным не изменилось. И по сей день для казахского народа они остаются сакральным символом.